Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Горохов Павел. Недавно работая над мушками, мне удалось получить очень интересный цвет. Добился я его сочетанием оранжевого и так любимого мной голографического люрекса желтого цвета. Сегодня я покажу вам даже не столько нимфу, а сколько именно вот цвет, который вы уже сами сможете применить по желанию. Можете связать также нимфу, как сейчас сделаю я, либо же применить его для верховой мушки. Тут уже, как говорится, на ваше усмотрение. Мушка получится очень простой, ну и в этом, разумеется, ее прелесть. Начинаем по стандарту. Закрепляем нашу монтажную нить оранжевого цвета на цевье нашего крючка. В данном случае я взял крючок формы скут номер 14. Надел на него латунную головочку золотого цвета. Далее необходимо закрепить одну ость нашего голографического люрекса. Друзья, близятся новогодние праздники. Самое время подумать о подарках. Хочу предложить вам подарочные комплекты для вас и ваших близких рыболовов. Первый комплект состоит из зимних обманок собственного изготовления на вольфрамовых мормышках, упакованных в удобный кейс с защитой от влаги. Второй комплект предназначен для любителей летней рыбалки. В нем собраны как верховые, так и донные варианты мушек. Каждый из комплектов может быть дополнен и изменен по вашему желанию. Такому подарку совершенно точно будет рад каждый рыбак. Для заказа комплектов свяжитесь со мной лично. Всю информацию вы найдете в описании. После того, как мы сформировали тело нужной нам формы, оранжевую нить можно закрепить и обрезать. Она нам больше не понадобится. Теперь необходимо тонким слоем нанести наш голографический люрекс на оранжевую нить. Не обязательно делать укладку одна к одной. Можно делать небольшие щели. От этого цвет и сама структура приманки не поменяется. Аккуратненько закрепляем и делаем финишный узел просто люрексом, поскольку в дальнейшем мы закрепим его монтажной нитью. Но до этого нам необходимо обработать тело нашей нимфы ультрафиолетовым лаком. Как я и объяснял ранее, покрывать тело лучше не кистью, а иголочкой, тонким слоем, равномерно распределяя гель-лак по телу нашей обманки. Обратите внимание, какой яркий получается наш цвет. Голографический люрекс под ультрафиолетовым лаком приобретает особое свечение и особый перелив, который, на мой взгляд, будет очень приветствоваться рыбой. Оранжевый цвет, он и без того, один из самых уловистых по хариозу. А если дополнить его еще вот таким переливом, я думаю, что рыба должна клевать гораздо охотнее. Все, после того, как мы покрыли все тело нашей нимфы лаком, его необходимо высушить. Производим сушку примерно в течение 30 секунд. Проверяем, высохло ли наше тело пальцем, ногтем. Если нет липкого слоя, если тело не продавливается, значит сушку можно закончить. Далее возьмем черную монтажную нить 8.0. Почему именно черную? Ну, я решил взять ее именно для контраста. Видите, это получится такая как вот яркая, яркий акцент, да, то есть если мы делаем обычно черную мушку, то в ней можно сделать красную головку. Здесь же я решил поступить немножечко по-другому. Сделав оранжевую мушку, я сделаю черную головку. Теперь возьмем перо коричневого цвета, перо петуха. Как видите, я расправил его бородки и сейчас отщипну примерно 7 бородок. Их необходимо выровнять. Вот, после того, как наши бородки выровнены, мы закрепляем их на нашем крючке. Смотрите, как получается закреплены наши крылышки, да, у нимфы. Теперь возьмем ноготь и просто расправим их в разные стороны. Влево и вправо примерно примерно одинаково, чтобы они были по разные стороны. Влево и вправо примерно одинаково. Вот что у нас получилось. На этом все. Вот это лишнее необходимо отрезать, сформировать аккуратненькую головочку и сделать финишный узел, который, конечно же, необходимо покрыть капелькой лака для закрепления. Еще раз скажу, сегодня я показывал вам не столько нимфу, да, а именно вариант тела, которая, на мой взгляд, очень привлекательная, очень интересная. Обязательно напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Как, на ваш взгляд, будет ли такое тело, точнее, такой цвет даже, да, уловистым. Напишите ваши пожелания. Обязательно подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»